Лето 1823 года, но поразгласили независимость Соединённой Провинции Центральной Америки. Значит, это то, что сейчас является Гватималой, Гондурасом, Сальвадором, Никарагуей и Коста-Рикой. В Мексике произошла революция. Сначала их захватила Мексика. По делению колонизаторов они принадлежали к Мексике. Однако, когда начало всё разваливаться, у них там сразу же появились местные сепаратисты. Ну, Мексика ввела войска, надавила, вроде как присоединили. В Мексике произошла революция, и под эту революцию они опять отделились. У них сразу были вот эти пять регионов, которые сейчас стали независимыми. Но первоначально они все объединились и сделали Соединённые Провинции, Соединённые Штаты. По аналогии с Соединёнными Штатами Северной Америки. Вот то, что сейчас США тогда называлось Соединённые Североамериканские Штаты. Они сделали Соединённые Центральноамериканские Штаты. Там практически сразу пришли ко власти либералы радикальные. Они, да, хотели, что это государство будет такое же развитое, как США Северное. Потому что оно может заниматься транзитной торговлей между Атлантическим океаном и Тихим. Потенциально там мог быть канал, который сейчас Панамский канал. Они могли через Костарик его провести, в принципе. Конституция была принята очень радикальная. Было отменено рабство. Естественно, свобода печати, свобода религии и так далее. Выбирался двухпалатный парламент. И у власти были первоначально радикальные либералы, которые проводили активную политику против церкви. Однако это государство довольно быстро развалилось. Во-первых, да, потому что выступили консерваторы. Во-вторых, консерваторы опирались на местных авторитетов. Началась гражданская война, и государство это распалось на отдельное государство. То, что мы сейчас видим. И никакая вот эта великая либеральная мечта о Центральноамериканских Соединённых Штатах, она не осуществилась. Из этого мы видим то, что либерализм сам по себе, как чистая идея, практически никогда не работает. Он должен быть совмещен с национализмом. Потому что если бы у них было национальное единство создано за счет, допустим, формирования языка, единого, единой литературы этой Центральной Америки. То, что США все-таки сделало. Североамериканские Соединённые Штаты, они в свой, значит, утвердили потом диалект, этот американский вариант английского, создали литературу и так далее. Они национальным строительством занимались. А эти не успели. Вот либерализм без национализма ни к чему не приводит урок распаду и дальнейшей войне уже между отдельными вот этими регионами. Потому что ничего не связывает, никому ничего не понятно. Консерваторы этим пользуются, разжигая там ненависть между отдельными регионами. Вот если у нас эти наши регионалисты, которые у нас русские, торчат за границей, свой проект осуществят, вот это будет. То есть всё распадётся на отдельные части, в которых будут лазить консерваторы и ватники, нелюбимые вами, господа либералы. Они будут пользоваться проблемами между регионами и там где-нибудь захватывать какие-нибудь места, склонные к консерватизму. И всё продолжится, и по возможности ватники будут восстанавливать империю, конечно. Ну вот, то есть, хотя у власти были люди прогрессивные, всё полностью развалилось в центрально-американских Соединённых Штатах, именно из-за того, что национальным строительством они не занимались. Поскольку наши регионалисты не только национальным строительством не занимаются, но и травлей занимаются, реальных национальных проектов, таких как поморский, казачий и старожильческий проект, то, естественно, ничего у них не получится. Да, они и к власти-то не придут, потому что русские их и не поддерживают. В отличие от метисов в Центральной Америке, которые хоть поддерживали независимость, русские даже и не поддерживают этих горе-либералов, так что ничего у них и не получится. Да и программа идиотская, и правильно, что не получится. Ну, кстати, о русских либералах. Где-то к 23-му году сформировались организации декабристов, уже последние, которые вышли на восстание. И эти организации уже сформировали свои программы. Процесс был длительный, и я все-таки помещаю в лето 23-го года, где-то посередине, короче. Потому что где-то с 21-го по 25-го у них все продолжалось. Поэтому сейчас я характеризую основные структуры организационные и идеологию декабристов. А потом уже я к ним вернусь, когда непосредственно будет восстание. Значит, у них было все-таки, они разделились. И по региональному принципу, и по политическому. Вот они все-таки не осознавали и отрицали, что у них разные национальности в империи, но они у них были. Уже потому, что у них образовалось южное общество и северное. Южное общество это украинское, господа. На самом деле у них как бы отделилась украинская организация. Но они это все отрицали, потому что все они были русские империалисты, даже те, которые в Украине. Но объективно все-таки те офицеры, которые были на юге, так сказать, Российской империи, контактировали с украинцами и поляками, они были более радикальные и сформировали собственную организацию. А северная была менее радикальная, петербургская. Значит, южное общество создано в марте 1821 года в Украине. Пестель, Юшневский, Борядинский. Они образовали директорию позднее с Пестеля и Юшневского. Втянули в это дело муравьев и апостолов, которые ранее были тоже в составе различных организаций декабрийских. И апостолов они включили в директорию, ну и множество других офицеров. Ежегодно проводились съезды. В 1822 году съезд окончательно утвердил устав. В 1823 разделилась на три филиала. Тульчинская, Каменская, Управа и Васильковская. Все эти филиалы были на территории Украины современной. В 1824 году окончательно они утвердили русскую правду, о которой я сейчас поговорю, то есть программу политическую. Ну и в 1825 году они уже конкретно восстание обсуждали. Было северное общество, значит, ну сразу я отдаю политические оценки. Южное общество стоит на леволиберальной позиции, и северное на праволиберальной, хотя и в северном было крыло леволиберальное. Но официально в северном все-таки в Петербурге доминировали правые либералы. И те, и другие империалисты. Что во многом их опогубило, вообще говоря. Ну, об этом поговорю сейчас. Либералы-империалисты уникальное российское явление, впрочем, не совсем уникальное, но для России в особенности характерно. Ничем не отличаются хорошие русские, так называемые, то есть русские либералы-империалисты, от плохих русских. Это совершенно верно у нас украинские националисты говорят. Ну, сейчас я перейду к анализу позиций. Пытались они объединиться, потому что, в принципе, и те и другие либералы, и причем в революционных условиях России. То есть пропагандировать им мирно царь не давал, поэтому единственный путь был у них восстание. Весной 1824 года Пестель вел переговоры в Петербурге об объединении этих организаций. Договорились о общих действиях в случае начала восстания, обменялись программами и так ни к чему не привело. Вполне возможно, если бы реально они победили, началась бы война между этим южным и северным обществом. Потому что разные программы, на самом деле разные национальные базы, хотя они отрицали. Вот тоже характерно, как и для метисов Центральной Америки. Под влиянием узко понимаемых либеральных идей, они отрицают тот факт, что реально у них есть национальная база, и они потому и отделились, что южно опираются на украинцев и поляков. Ну, ладно. Значит, да, кстати, по поводу поляков. Поляки, конечно, имели самосознание национальное, и у них было отдельное общество революционное, либеральное, патриотическое общество. Южное общество, поскольку оно примыкало к Польше, и имело, кстати, и поляков в своем составе, вело переговоры с польским патриотическим обществом, которое было как раз нормальное. Оно стояло на национально-либеральной программе, что мы провозгласим демократию и свободу полякам. Они вели с ними переговоры о совместном выступлении, об объединении речи не шло, но о совместной деятельности в случае восстания они вели переговоры. Также имелось на территории Украины общество, в основном из украинцев и поляков, тоже либеральное, которое называлось Общество Соединенных Славян. Удалось Пестилю включить его в состав Южного общества как филиал. То есть были уже на самом деле украинские националисты либеральные, демократические, так скажем, да, чтобы словом либеральный не пугать. Были демократические националисты украинские, у них было Общество Соединенных Славян с поляками. И в принципе их включили уже как филиал, то есть как отдельное подразделение автономное, их включили в Южное общество декабристов. Как уже из этого краткого обзора очевидно, что очень много было взглядов и программы национальностей. Они все договорились просто об общем восстании против царизма. В случае победы этого восстания, я говорю, началась бы скорее всего война и по национальному, и по идеологическому принципу, как мы знаем на материале гражданской войны реальной в России, которая через сто лет была. Восстание они назначили на лето 1826 года, однако умер Александр, поэтому они начали резко действовать, перенесли восстание на 14 декабря в Южном обществе, а 13 декабря взяли пестили. Ну, про обстоятельства декабря я расскажу уже, соответственно, при обзоре 1826 года. Я это включу все-таки в зиму 1926 года, то, что это примыкает, это все-таки зима, декабрь, там, январь, февраль, это все общие события, следствие, там, все такое. Программа «Русская правда» пестили. Значит, ранее, кстати, был пестили на фотках, там, лидер. Пестили является идеологическим организационным лидером этой организации Южного общества. Полностью она называется «Запобедная государственная грамота великого народа русского», там и так далее, длинная. И содержащая верный наказ как для народа, так и для временного верховного правителя, обладающего диктаторскими полномочиями. Значит, Пестили считал, что учредительное собрание собирать не надо после свержения царизма, надо установить временную диктатуру революционную. Кстати, Пестили очень коммунисты любили, вот прям коммунистическая программа. Нужно установить временную диктатуру, которая подготовит народ к республике, и республику увестить просто диктаторски. Так как он думал, что консерваторы там, ну, он прагматически смотрел на эти вещи, что в регионах выберут, скорее всего, монархистов, либо местных националистов. Они все там завалят на учредительном собрании. Пестер заранее это видел, поэтому он говорит, что нужно установить диктатуру. Диктатура введет Конституцию, а потом уже по Конституции выберут парламент. Какой-то период будет, когда наведут порядок, повешивают всех реакционеров и так далее. Ну, порядок, как понимал Пестили, короче, уничтожит всех правых. Тем не менее, то, что хотел Пестер провести, было наиболее радикальным. Поэтому можно сказать, что Южное общество, это, конечно, левые либералы. Их радикальная программа, это левые республиканцы. Значит, по государственному устройству Пестер предполагал исключительно республику, но унитарную. Вот как он в такой стране, как Россия, мыслал унитарную республику, я плохо себе представляю. Ну, вот такая программа была. Значит, единая и неделимая унитарная республика. Столицу перенести в Нижний Новгород, чтобы столица была не в Петербурге, в европейском, а посередине России. Ближе к народу. Разделение властей по заветам Монтескьо. Высшая законодательная власть принадлежит парламенту из 500 человек. Исполнительная власть осуществляется в Думе в составе 5 человек, который каждый год выбирают по одному человеку. Это французская директория. Копируется конституция французской директории конца 90-х годов 18 века. Ну, жерандисты это левый либерал, это левый либеральный проект. Значит, народная веча у нас имеется, потом у нас имеется директория, которую называют Державной Думой. И также еще вводится отдельный орган, Верховный Собор, который будет их всех контролировать. На местах выбираются поместные собрания, то есть на местах тоже самоуправление. Полная отмена припасного права, естественно, это все требовали декабристы. Землю делят пополам. Половина земли переходит в общинную собственность, то есть передается крестьянам, но не отдельно крестьянам, а их общинам, то есть их юридическим лицам. В результате крестьяне не могут ни по пестеру, ни по муравьеву землю продавать. А другая половина остается у помещиков, которые сдают ее в аренду фермерам, и таким образом фермеры будут формировать основу для рыночного общества. Из них будут, так сказать, выходить капиталисты. Они будут нанимать батраков, рассказывал Пестель, и вот станут они такими колоками, потому что помещики им всем сдадут землю в аренду. Пестель говорил, что хуже всего отдать землю крестьянам, потому что для того, чтобы, так сказать, развивать нормальное хозяйство на земле, нужен капитал и просвещение, а крестьяне не имеют ни того, ни другого, вот дословно, что я считал по этому поводу Пестель. Несмотря на все вот эти разговоры офицера Пестеля о крестьянах, в которых он ни бельмеса не смыслит, а какое нужно просвещение, чтобы землю копать? Давайте Пестеля, блядь, посадим на картофельное поле и выясним, у кого больше просвещения. У мужика, который знает, как эту картошку выращивать, или у мудака Пестеля. Ну ладно. Я о чем говорю, что просвещение, в том смысле, в котором его Пестель понимает, для того, чтобы землю пахать не нужно, а там другое просвещение нужно, которое как раз у крестьян есть. Тем не менее, значит, к реформе 1861 года крестьянская запашка была одна треть земель. То есть Пестель хотел от одной трети увеличить долю крестьянских земель, во-первых, до половины, то есть все равно этот проект предполагал, что будут часть земли передавать крестьянам. До половины. А вторую половину все-таки тоже отдать крестьянам, но на правах аренды от помещиков. То есть проект Пестеля, тем не менее, лучше, чем реформы 1861 года. Гораздо. Там еще по реформе 1861 года отрезки пошли, я расскажу. Пестель все-таки, хоть и не хочет давать всю землю крестьянам, но лучше к нему относятся гораздо. Провозглашались по Конституции гражданские свободы. Значит, все равны перед законом. Избирательное право с 20 лет. Для мужчин, конечно, для женщин тогда нигде не было. Свобода слова, печати, религии, собраний, занятий, неприкосновенность личности, равенство перед словом и так далее. Однако Пестель, несмотря на всю вот эту прогрессивность, планировал ужасную национальную политику с ассимиляцией всех народов. Во-первых, все в России имеющиеся племена и народы объявлялись все русским народом. То есть все тадары, казахи, все объявлялись для Пестеля русским народом. Унитарное государство с одним народом. Вот эта вот гражданская нация, которую нас сейчас либералы, наши регионалисты рассуждают, вот это из Пестеля. Это империалистическая концепция, которая нивелирует различия между реальными национальностями и всех объявляет русскими. Не случайно у Пестеля это все называлось русским народом. То есть вот эта вот гражданская нация, я не знаю, как она там в Европе, она в Европе, кстати, по-разному интерпретируется. Для нас она означает империализм. Если кто-то у нас говорит политическая нация, гражданская нация, это русский империалист. Хотя он мимикрирует под либералы. Но Пестель вот такой же. Смесь либерализма с фашизмом у него. С империализмом. Дальше Пестель всех делил. Первое, коренной народ русский. К нему относились для Пестеля все славянские народы. То есть поляки для него тоже коренной народ русский. О каких-либо украинцах и белорусах речи у Пестеля не шло. Это русские для него однозначно. Но вот этот коренной народ русский, то есть славяне, они для него, значит, первый народ в империи. У него по уровню были... Хотя, так сказать, разглашалось равенство перед законом, на самом деле для него, так сказать, славяне это номер один. Они несут культуру для Пестеля. Это, так сказать, и свободу, и либерализм. Все остальные, так сказать, должны ассимилироваться. Вот второй уровень это племена к России присоединенные. Это вот мусульмане. Значит, мусульман предполагал он всех объявить казаками с сохранением мусульманского вероисповедания, но и с коренением многоженства. Интересно, как он планировал, значит, ну, многоженство по шариату, значит, имеется, да. То есть он планировал, что они будут исповедовать ислам, но шариат он им частично пересмотрит, как считает он нужно. То есть отменит многоженство и так далее. Ну, интересно, да. Цыгане должны были либо принять православие, либо их нужно было выселить. Евреев нужно было категорически ассимилировать. Вот надо сказать, что сейчас евреи воспринимаются, так сказать, как какие-то прогрессивные ученые, там, и торговцы. Это они на протяжении 19 века поменялись. Для Пестили евреи это сектанты, которые, так сказать, явно не примут его либеральных идей, поэтому их нужно ассимилировать и сделать русскими. Вот позиция у Пестили. Потому что он воспринимал их именно как реакционные. Реакционный характер иудаизма продолжает негативно влиять на евреев. Они даже стали учеными, но большей частью с евреем поговоришь, он не ученый на самом деле. Он в качестве критерий научности воспринимает статус в каком-то сообществе, а не какие-то факты, то есть нереальные критерии научности. То есть назвали его ученым, но сути науки европейской он так и не понял, которая заключается в критике фактов и так далее, в анализе фактов. Все равно продолжает как вот толмудисту рассуждать. Это есть евреев не у всех, но это негатив. Этот негатив от иудаизма идет, конечно. Потому что иудаизм это аграрная религия, основанная на иерархии. Она, естественно, противоречит подлинной науке и должна быть искоренена, как и все прочие аграрные религии. Если еврей сохраняет как иудаизм, так и считает себя ученым, это естественное противоречие шизофреническое, что и наблюдается у многих иудаистов, псевдоученых. Ну ладно, значит, евреев он будет интегрировать. Кавказские племена нужно переселить вглубь России, разбив на малые части. Вот программа Пестеля. Ну это все очевидный фашизм, да? То есть там при всем моем отношении к тому, что вот эти все те и другие, значит, не модернизируются и религия там и мешает. Но переселять в Россию, это же фашизм. Или там заставлять евреев быть христианами, как он тут рассуждает, это тоже фашизм. То есть Пестель совмещает левое республиканство с откровенным фашизмом в отношении национальных меньшинств России. И эта позиция исходная для русских либералов. Это жуткое сочетание империализма с либерализмом, оно у них полностью сохраняется. Вот русский либерал, он может быть только временным союзником против русских консерваторов. А на самом деле по отношению к малым народам это все одно и то же. И русские либералы, поскольку они имитируют что-то, якобы такое европейское, якобы человеческое, их нужно подозревать все время. То есть, по крайней мере, русский ватник, он хоть правда говорит, что он хочет, а русский либерал, он притворяется, так сказать, хорошим. А на самом деле такой же империалист, их нужно разоблачать постоянно. По мере сил этим я и занимаюсь. В случае реализации программы Пестеля я совершенно не понимаю, что будет. Восстанут, скорее всего, мусульмане, которых хотят интегрировать, да, жестко. Восстанут, скорее всего, помещики, у которых землю будут забирать. В случае реализации программы Пестеля я подозреваю гражданскую войну, в которой непонятно кто победит. Все-таки при всей моей симпатии к идеям республиканства, демократии и так далее, которые у Пестеля тоже явно присутствуют. Ну, северное общество, более умеренное, но, кстати, больше, так сказать, повоевавшее, потому что они столицы были, сформировалось в 22-м году из разной группы. Первоначально лидерами были Муравьев и Трубецкой, где-то в 22-м году они подключили Рылеева, и Рылеев орвался в лидеры. То есть у них менялся состав. Первоначально руководство, то есть Верховная Дома Муравьев, Тургенев и Боленский, потом подключили Трубецкой, Рылеев, Адаецкий, и Рылеев еще подключил Каховского. Вся группировка Рылеева была левая, стояла на республиканских позициях и рвалась к власти. По сути, к декабрю уже контролировал практически Рылеев, и он руководил восстанием, хотя изначально основали другие люди. Вот, кстати, то, что Трубецкой на площадь не пришел и отстранился, скорее всего, вследствие борьбы группировок. То есть он как бы счел, что вот Рылеев возглавил, вот пусть он там и ханурится тогда. Я тогда не пойду туда вообще на эту площадь. Скорее всего, с этим связано. Ну, об этом я еще расскажу. Значит, Московский съезд в январь 1821 года, они пытались еще создать единую организацию, однако Пестель отделился. В марте 1821 года Пестель создал отдельную организацию на юге, и они были вынуждены в 1922 году оформить организацию отдельно на севере. То есть Пестель организовал раскол на том основании, что в Питере умеренные либералы, и они за монархию конституционную, а Пестель был за республику. Северное общество сформировало основной документ Конституцию Муравьева, которая была на право-либеральных позициях и стояла за конституционную монархию. В то же время Рылеев, Бестужев, Оболенский, Пущин, Каховский стояли все на левых позициях и считали, что все-таки нужно вводить документ Пестеля. То есть Пестель имел своих сторонников, и в особенности Рылеева. Рылеев руководил русско-американским обществом, который оккупировали декабристы, и у Рылеева были бабки, короче. Вот они через это русско-американское общество, так сказать, воровали там и финансировались, и там пригревали своих. А Рылеев руководил, Рылеев держал кассу. Это раз, и второй Рылеев же держал прессу, они выпускали с Бестужевым полярную звезду. К полярной звезде они привлекли Пушкина, Боратынского, Глинку, Крылова, Грибоедова, Хомякова, Жуковского. Крупный был монах, да, литературный. Там они пропагандировали эти идеи всереволюционные, особенно рассказывая про украинцев в наливайке там. Ну и тогда, ну, Пушкин был правый либерал, они там смогли, короче, поднять общественность вокруг этого полярной звезды-альмонаха. Рылеев и Бестужев, когда были на заседаниях секретных, они говорили, что надо царю голову отрезать, революцию сделать, республику провозгласить, диктатуру установить. А когда они сидели в полярной звезде, они говорили, ну, мы, значит, за единение российского общества, на идеалах свободы и так далее, мы приглашаем всех к сотрудничеству, всех прогрессивных людей, так сказать, планеты и так далее. То есть, врать в случае необходимости они могли что угодно. В целях была, конечно, республика. Рылеев откровенно считал, что всех, кто не входит в партию, это просто солдаты, которых мы используем. В этом плане Рылеев был, конечно, тоже прагматиком. Руками он их называл, руками или солдатами, это собственные слова Рылеева, что это просто наши руки, которые мы используем. Но, тем не менее, несмотря на позицию Рылеева, официальным все-таки документом была Конституция Муравьева. Конституция Муравьева предполагала конституционную монархию, Россия будет федерацией из 15 регионов, но регионы выделялись на экономических основах. Допустим, там, Поболжье, Малороссия, там, была, короче, регионом, а не именно национальным государством. То есть, что нужно тут сказать, что московские регионалисты такие же, империалисты и такие же абсолютно, потому что регионы выделяются не на национальной основе. Они не собираются заниматься национальным возрождением. Почему так у русских либералов? Я думаю, что потому, что у них язык антинародный. Изначально язык искусственный, созданный из церковно-славянского, польского и позднее французского, практически не включают слов из народных диалектов. Потом, когда они народные диалекты дали, открыли, они казались, а, там, оказывается, все по-другому. Соответственно, какого-либо связи с народом, понимания необходимости единения всей нации у них нет. Да и нации никакой нет, и до сих пор у русских. Если там будут национальности, то их будет штук 10 на месте того, кого объявили русскими. И это что к чему приводит? Что они вообще игнорируют вот это все национальное начало, считают его непонятным. Оно русским непонятно. Вот русским имеется тем, кто воспитан на этой матрице имперского русского языка. А еще не понимают, зачем это надо, и до сих пор не понимают. И если они даже хотят Россию сделать в федерацию, то они ее просто делят на регионы без учета национальности. Вот это уже в проекте декабристов имеется. Ну, значит, тем не менее, будет разделение властей по Конституции Муравьева, законодательно-исполнительное и судебное. Двухпалатная народная веча. Верховная Дома, Верхняя Палата. Палата народных представителей, Нижняя Палата. Депутаты в обе палаты избираются на 6 лет. Каждые 2 года треть депутатов переизбирается. В этих самых регионах избираются региональные державные вечи, называется у них. Исполнительная власть у императора. У императора 10 миллионов рублей серебром в год жалования. Он содержит свой двор и так далее. То есть исполнительная власть у царя, законодательная власть у парламента. И страна еще делится на регионы, у которых самоуправление. Сильная. Но регионы по принципу географическому, а не национальному. Национальности по-прежнему все игнорируются. Как и у Пестеля. Пестель собирался все национальности уничтожить. А Муравьев просто плевать на них хотел и делал разделение по регионам. Этим они отличаются. Никакого там особенного, ни у того, ни у другого нету на самом деле. Регионализма там или что, или федерализма, как это назвать. На население им по-прежнему плевать. Крепостное право отменяется. Освобожденные крестьяне получают по две десятины. Остальная вся земля остается за помещик. Равенство граждан перед законом, свобода слова, печати, религии. Ну и как примерно как у Пестеля делили землю на два сектора. Общинная и частная. Частная у помещиков, общинная у крестьян, но без права купли-продажи земли. Это программа правых либералов, но тоже империалистов, которая конфликтовала, как я уже говорил, с программой левых либералов, тоже империалистов, которых возглавил Релеев. Фактически к концу существования общества он захватил общество Релеев. Восстанием командовал Релеев уже. И собирался устроить республику. То есть с Пестелем они там сошлись. Хотя непонятно, как бы они лично договорились, учитывая, что Ира Леев и Пестель были очень амбициозные. Была сформирована еще организация декабристов, особенно умеренная. Тоже правые либералы сделали отдельную организацию, которая называлась Практический союз. Практический союз, в основном вся программа сводилась к уничтожению крепостничества. Они не хотели собирать даже парламента. Считали, что преждевременно. То есть особенно правые декабристы. Но там тоже фактически эти самые правые, а не всю московскую праву. То есть московский филиал Северного общества, он вообще был на реакционах. Был очень умеренный. Он считал, что нужно только отменить крепостное право. Там может быть как-то ограничить власть царя, постепенно переходить к демократии. Где-то стоял на позициях Спиранского. То есть очень умеренный либерал. Ну вот основные группировки декабристов, их получается штук пять. На самом деле. Сочетаем, допустим, откровенные украинские и польские националисты, которые вошли как филиал. Потом южная команда левых империалистов Пестеля. Северная команда правых либералов-империалистов Муравьева. Группировка Рылеева. И группировка Пущино. Пять группировок. В таком составе они собирались делать революцию. Но могли бы. Либералы, они всегда на группировке всякие делятся. В Испании это никак не помешало. В принципе, опыт Испании показывал, что можно. Но не получилось, о чем позже и обсудим. Надо поговорить о романтизме в живописи. Я живопись мало анализирую, потому что я делаю акцент на те искусства, которые доминируют в настоящий момент по ходу хроника. В 19 веке явно доминирует литература. Поэтому о литературе я буду много говорить и говорю уже много. А живопись была больше эпоха Возрождения. Но живопись, конечно, есть. Вот пошел романтизм уже в живописи из литературы. Доминирует именно литература в 19 веке. И из нее все идет другие искусства. Это как примерно в 20 веке доминировало кино, а сейчас доминирует интернет. Поэтому мы живем в передовом пространстве интернетов, которые диктуют эстетические ценности всем остальным искусствам. Но все-таки Ежен Делакруа один из важнейших авторов романтизма в живописи французского. Родился 1798 год. Официально отцом считался политический деятель в директории Шарль Делакруа. Однако ходили слухи, что то ли он сын Тейлерана, то есть министра иностранных дел, то ли он сын самого Наполеона и так далее. Ну, в общем, у него элитарное образование, конечно, было. Все равно он из МИДа происходил. Александр Дюма, кстати, был друг его детства. Говорил, что этот Ежен Делакруа был хулиган жуткий. И вообще у него был суицид. Он все время там вешался, травился и так далее. Но, тем не менее, в 15-м году революция. Вроде как он оказался сам себе предоставлен. Всех уволили там, смерть родителей и все такое. Власть поменялась. Он как бы сын все-таки революционных был, чиновников. Поэтому, значит, все поменялось. И он поступил в школу художников. Решил, так сказать, стать художником. Ученик школы изящных искусств. Там преобладало классическое искусство. Естественно, у него было классическое образование как художник. То есть он мог рисовать в стиле Рубенса вполне. В 1818 году, ага, ну после 15-го года романтизм в Европе доминирует, я уже говорил. И в 18-м году Жерико делает картину «Плод медузы», с которой начинается французский романтизм. То есть начинается романтизм в живописи. На Дилу Круа произвелось сильное впечатление. И он сразу стал романтиком, художником. Первая картина его была «Ладья Данта», это 1822 год. Но она особенно, так сказать, впечатление не произвела. А вот резня на Хиосе в 1924 году. Как раз в 1923 году Дилу Круа ее пишет, поэтому я его в этот год помещаю. В 1924 году он выставил резню на Хиосе. Как раз по поводу вот этих всех событий на Хиосе, когда греков убили. И это его жутко прославило. Она была политически актуальная картина. Она была выразительная, романтическая. Все, вот он стал одним из самых популярных художников Франции. Дальше он написал «Смерть Сарданапала», основанную на сюжете Байрона. То есть тоже все по-прежнему романтизм. В 1930 году произошла революция. Он вспомнил свое революционное детство. И написал известную картину «Свобода на баррикадах». Вот это считается французский революционный романтизм. Прям классика «Свобода на баррикадах». Естественно, это вызвало бурное одобрение в революционном Париже. Его в 1932 году отправили в Марокко. Видимо, чтобы он дальше революционных картин не писал. Потому что там пришли все-таки умеренные такие либералы после революции к власти. В Марокко ему понравилось. Он написал потом много картин экзотических на темы арабов, исламской культуры и так далее. Арабы, играющие в шахматы, например. Когда он вернулся во Францию, он стал прямо классиком. Во времена июльской монархии, 30-е и 40-е. Дилокруа был классиком французской живописи. У него все учились. Делал росписи потолков, дворцов, фресок и так далее. Ну и есть, естественно, в Лувре целый зал есть. Зал Дилокруа. Есть музей Ежена Дилокруа. То есть Франция в целом его помнит и, в общем, знает. Ну и на этом про лето 2023 года, пожалуй, все. Продолжение следует...